Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл посетил сегодня больничный храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Этот дом Божий расположен на территории областного онкологического диспансера на широкой речке. Здесь глава митрополия совершил божественную литургию. История этого храма многострадальна. В 2003 году он был освящен, а уже в декабре 2006 года при пожаре сгорел. Уцелева только отдельно стоящая звонница. Это была большая потеря как для прихода, так и для пациента в больнице. Но восстановление храма началось. Восстанавливали долго, трудно, но вот хорошо сдвинулось строительство с приходом отца Романа. Поскольку он сам здесь и плотничает, и с молотком, и с пилой. И еще у нас есть здесь незаменимый работник Бахтияр. Он хотя и наверит, матушка сказала, что в Царстве Небесное он, наверное, вперед нас всех войдет. У прихода нет постоянной материальной поддержки со стороны благотворителей. Поэтому храм строился и благоукрашается сейчас на пожертвования пациента в больнице. Больные онкологического центра, как бы это временные прихожане, но постоянно меняющиеся, да, постоянно из больных кто-то есть. А постоянный приход – это люди, которые живут здесь неподалеку, либо вот те, кто с отцом Романа пришел. Церковь освящена в честь иконы Пресвятой Богородицы Всецарица или Пантанаса. Освящение именно во имя этого чудотворного образа было выбрано, конечно, не случайно. Само имя этого образа Всегоспожа, Всеповелительница говорит о ее особой силе, ведь она имеет особую благодать исцелять самые страшные заболевания нашего времени. Именно поэтому возле этого образа молятся стражащие больные лечебных заведений. Нередко бывает так, что печаль, которая возникает во время болезни, обезоруживает человека, высасывает все душевные и телесные силы, не дает ничего делать, отравляет душу и в тело вносит беспорядок, вызывает страх и им изнуряет человека. Яд уныния может свалить не только больного со слабым организмом, но и очень сильного человека. Нам нужно следовать только одному, настоящему, подлинному христианскому завету. Не унывать. При каких бы сложностях мы ни жили, что бы мы вокруг себя не видели и как бы мы себя не чувствовали, мы должны твердо знать, что вот уныние – это тупик, из которого на самом деле невозможно выйти никуда. Дух, он всегда сильнее плоти. И Дух, верующий, четкий и твердый, и уповающий на силу Божия, он может исцелить человека, поднять садра болезней. Уныние, оно никогда не приводит к исцелению. И поэтому мы никогда не должны унывать, а должны всегда быть бодры и с твердым упованием на силу и помощь Божию нести тот крест, который каждому Господь дает. Продолжение следует...